Село Краевско-Армянское. В здании поселковой администрации и местный клуб, и почта, и фельдшерско-акушерский пункт. Врач Сергей Дердериан здесь ежедневно принимает более 20 пациентов в трех небольших кабинетах. Условия, конечно, стесненные, говорит заведующий ФАПом, но сочинцы, особенно пожилые, рады этому. А уже скоро радости будет еще больше. Буквально в нескольких десятках метров по той же улице Измайловская строится новый офис врача общей практики. Сейчас у нас здесь 24 квадратных метра на этом ФАПе фельдшерском. Здесь у нас три кабинета – приемный, смотровой и процедурный кабинет. То там будет уже 8 кабинетов. Там уже квадратура будет 180 квадратных метров. Там уже большой. Рабочие уже залили основание здания. Закончить обещают в мае. Это будет не просто фельдшерский пункт, а целая мини-поликлиника. Теперь жители Краевско-Армянского качественную и полноценную медпомощь будут получать, не выезжая из села. Это та самая шаговая доступность медицинских услуг, о которой в своем послании к Федеральному собранию говорил президент страны. За именно такими офисами врача общей практики, будущей сельской медицины. И мы с удовлетворением говорим о том, что в нашем городе это строительство активно ведется. Ведется оно на условиях софинансирования краевого и местного, муниципального уровня. В этом году в Сочи планируют построить два офиса врача общей практики. Столько же в следующем. Вообще строительство социальных объектов, поликлиник, школы, детских садов – это приоритетное направление развития города, отметил глава Сочи во время встречи со своим заместителем по строительству. Мы с каждым годом все увеличиваем и увеличиваем нагрузку, потому что в этом году, как я понял, мы будем строить пять объектов детских дошкольных учреждений, три школы, еще одна у нас, совет Кваджи, это к завершению идет. И на перспективу, опять же, мы планируем со следующего года, как вы понимаете, три школы, опять пять-шесть детских дошкольных учреждений. Это вызовы. Раз нас так любят и раз столько переезжает сюда людей, значит, мы создаем благоприятные условия для проживания. Мы сегодня ведем работу над корректировкой трех детских садов, где добавляем ясельные группы. Это блок ДДУ номер 35, это блок ДДУ 19 на 80 мест и Малиновая 5, Аглежский район. Те предыдущие два блока – это центральный район. Также на сегодняшний день документация расположена на электронной площадке на торгах Чекменева 16, детский сад на 120 мест. Кроме того, в планах школы и блоки для начальных классов на улицах 60 лет в ЛКСМ, Армавирской, на Мамайке, в селе Раздольное и на Красной Поляне. Эти проекты пока на бумаге, а вот школу в совет Кваджи на 400 мест сдадут уже в сентябре. Бетонные работы выполнены, почти готов фасад. В здании установлены окна, отделаны стены, проложены все коммуникации. Мы реализуем проект «Школа полного дня». То есть в первой половине дня будет проходить учебный процесс, вторая половина дня будет отдаваться воспитательной работе, полностью внеурочной занятости. Так как школа современная будет с набором всех помещений – и столовая, и спортзал, и актовый зал, и читальный зал, и медиатека, и мастерские. А еще просторный спортзал, о котором так давно мечтали школьники. А рядом строится детский сад. Степень готовности та же. И также в сентябре сюда пойдут 60 ребят. Темпы строительства социальных объектов в Сочи снижаться не будут. Об этом в ходе совещания с крупными строительными компаниями курорта заявил глава города Анатолий Пахомов. Для примера, в 2017 году на социалку было направлено 57% всего городского бюджета. Цифры этого года будут ничуть не ниже. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Максим Кавригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.